Вот такая знатная крапива уродилась у нас в огороде. Это будовная крапива. Готавливать крапиву надо во время цветения. Вот так она выглядит. В это время как раз самое хорошее время сбора трав. И, кстати, еще 10 дней после Ивана Купала травы имеют очень большую энергетическую мощь. Моя полезное качество крапивы. И будем ее использовать по назначению. Вот эта жесткая часть, твердая, пойдет на зеленое удобрение. Смотрите, почти в мою ладонь такие большие листья крапивы. Это у нас в огороде растет. Вот эта вся жесткая часть пойдет на зеленое удобрение. А верхушку я сохраню для здоровья. Высушим и будем использовать. Кстати, у меня есть настойка из крапивы. Можете посмотреть фильм. Супруг изрубил вот так крапиву. Эту грубую часть я решила замочить. Ну, Фильда по-своему решила. И теперь надо просто залить водой. Я заливаю всегда дождевой водой. В таком виде простоит на солнце три дня. Вот она уже не стрекается. А так все руки обожгли. И потом у нее будет очень приятный запах скошенной травы. Нельзя допускать больше воображения. И потом поливать растения. Но обязательно один к пяти. Один к десяти. В зависимости от вида растения. Сохнет крапива вот в этих ящичках. Видно, что здесь замечательное проветривание. Солнца нет. Ну, вот я вчера поставила. Надо снизу подстелить что-то. Чтобы оно у меня не просыпалось. Потому что эти цветущие сережки, они очень и очень полезны. Я начну сцеживать. Вот так. И, кстати, можно замочить второй раз. Аромат приятный, неволючий. Но если оставить на дольщу, будет невозможно. Сейчас я покажу, как выглядит этот раствор. Вот такой, коричнево-зеленый. И буду разводить один к пяти. Раз. И доливаю сейчас воду сюда. Раствор вот такой, светло-салатовый. Таким же зеленым удобрением я раз в неделю поливаю. Подкормлю я также кусты санталиния. Вы видите, красивые желтенькие цветочки и лимонного цвета. Это замечательно, что и на них попадает вода. Уже не так жарко. Поэтому пусть напьются. Пользуйтесь зеленым удобрением. Это действительно замечательное средство для улучшения состояния здорастений. Здоровья. П Однако. Вашим kısmи.